Так у вас платный или бесплатный центр? Платный Платный Платные у нас, платные центра Многие притыкаются, начинают мне говорить Ну я часто с этим сталкиваюсь, по крайней мере Есть, конечно, люди, которые это понимают Есть, которые не понимают И начинают мне говорить такого плана, что Какого фига у вас платная реабилитация, почему вы не помогаете бесплатно? Я очень часто с этим сталкиваюсь Просто, чтобы вы понимали, да Снять дом, к примеру, в Москве Это стоит порядка где-то около 200 тысяч Заплатить за коммунальные услуги, это стоит около 50 тысяч Накормить, то есть там преимущественно, да, где-то около 30 человек Наркоманов мы держим в доме Нанять всех специалистов, то есть какой специалист будет приходить бесплатно? Никакой Сегодня у нас в России бесплатная медицина становится платной И я думаю, что уже многие с этим столкнулись И как бы реабилитация, она не должна быть бесплатной По крайней мере ту реабилитацию, которую даю я И я в этот же момент должен получать какой-то ресурс Потому что делать это бесплатно, во-первых, я теряю очень много на это времени Очень много ресурсов и мне же нужно тоже как-то жить Есть бесплатные реабилитационные центры, есть секты, есть православные Я не говорю, да, то, что, допустим, там православные центры, они не работают Есть рабочие православные реабилитационные центры, но они не для всех Это подходит не всем Так же, как и не всем подходит реабилитация, которую даю я Кому-то нужна православная Кто-то у меня спрашивает, часто я с этим сталкиваюсь, тоже начат Просто спрашивают, в какой-нибудь монастырь уехать Поэтому на войне все средства хорошие Но я-то хочу сказать, что как раз это может быть итог Этого двухлетнего, двадцатилетнего спора Который у нас, когда вот вся эта программа начиналась И снимали мы этот фильм, существовал То есть в то время настолько стояло это остро Какие мы будем делать, либо бесплатные, государство должно за все заплатить Либо платные, и тогда, значит, это тяжело родителям и всех остальных И в состав все-таки этого разговора должна входить вот та психологическая наука Которая доказала, что бесплатный сыр в мышеловке И бесплатно нет эффекта воздействия, который на самом деле И ответственности нет бесплатно Другое дело, что как-то вот помочь бы этим родителям Помочь бы как-то самим ребятам эту плату получить Но механизма такого в стране совершенно нет Есть трудовые реабилитационные центра, но они неэффективные Туда просто загоняют, вот как стадо, да Они там работают на дяденьку и живут Деньги все дают дяденьке и живут Но это не рабочая схема Но мы, да, мы даем платную реабилитацию Но в этот же момент мы все адекватные реабилитационные центры Которые занимаются платной реабилитацией Дают бесплатно бюджетные места То есть там два-три человека Два человека в месяц Три человека в два месяца Как бы все равно берут То есть им помогают Ну у вас есть вот сейчас какая-то государственная поддержка Каким-то образом? Нет У тебя лично нет вообще никакой А так, слышишь она в стране-то есть или нет? Потому что мы-то, когда все это начинали Думали, что будет обязательно Что деньги будут поступать Вы знаете, вроде как государство Выделяет квоты на человека Но там очень сложная схема И не каждый будет под эту квоту подписываться То есть гораздо проще сделать реабилитацию платной, но бюджетной Чем через всю вот эту вот схему пройти И получить бесплатную вот эту поддержку от государства Поэтому никто не суется туда Не суется И от государства, само государство Как бы оно не предоставляет реабилитационные центры Потому что, ну... И вот этот вопрос, конечно, он очень интересный Тем более в тот период, когда у нас появились какие-то другие проблемы Ведь мы вот потихонечку ушли вообще от проблемы, что наркомания и алкоголизм Ну и табакокурение Ведь чуть ли не самая главная смертность у нас у молодежи через это И поэтому мы сейчас вот будем шуметь о ковиде там или еще каких-то вот таких вроде насущных Но не понимаем, что сегодня от наркомании умрет в несколько раз больше народа, чем от ковида Или по крайней мере не умрет Не умрет, а умирает Да, да, да Не умрет, а умирает, да Или станет совершенно для общества человеком неприспособленным Когда он, ну, умалишится Давай уж прямо говорить Во всех этих химикатах и так далее Поэтому вот очень странная такая проблема, что вдруг как-то замолкли с этой темой Центры, которые имеются государством, не попекаются, не помогаются эти центры Я слышу ни от одного Максима Потому что вот ездил сейчас в ту сторону, в Южную, вы знаете Естественно, мы там посмотрели и поговорили о том, что в Сочи происходит и в каких-то это Все лишены, все брошены государством В Сочи вообще корова происходит Я недавно сам там был, встречался у меня там, ребята знакомые занимаются реабилитацией Там прямо, прям чума Чума, да Там просто наркомания зашкаливает Я пытался разобраться, почему Вроде, ну, город красиво отстроен Все, видимо, просто, потому что летом они работают, зимой делать нечего И все, и все старчиваются там Чума, а систему, в которой, вот они, не дай Бог, захотят восстановиться и прийти И видел бы ты этот центр, который там, ну, государственный, официальный Он, ну, свинью туда привезти Не охота там проходить Не охота, да Конечно, получится Сейчас, ну, время такое, то, что в основном молодежь, да, у нас наркоманы Какая, какой молодой человек или молодая девушка захочет приехать в такой вот реабилитационный центр Никакая Они привыкли к условиям, к комфорту Сейчас время, там, не 90-е, не 80-е Сейчас время другого гаджета Конечно же, гаджеты мы не разрешаем Но, тем не менее, мы предоставляем комплексную, как бы, удобную, качественную реабилитацию Где не будем себя чувствовать комфорта Комфорта, да Да Поэтому, как бы, я открыто говорю, реабилитация должна быть платной Ну, вот так Спасибо за этот ответ Честный и откровенный Я думаю, что лучше вот так честно признаться и честно все это делать, чем делать вид, что мы тут какие-то А на самом деле за... Ну, еще раз повторяю Это очень дорогостачная система реабилитации от наркомании Если мы считаем, что это равно, например, лечению от рака То у нас в стране, я уж извиняюсь, цена лечения от рака миллион в месяц на самом деле А здесь мы иногда упираемся в то, что надо за него заплатить какую-то сумму Ну, в 50 тысяч или 100 тысяч Государству, я имею в виду Я родителям вообще бы отменил всю эту нагрузку Но государство говорит, что это мы будем на какого-то тратить А какой какой-то Он такой же член государства Он попал в беду Больше того, я всегда убежден и всегда всех убеждаю, что это химическая война Вот сейчас биовойна идет какая-то, биохимическая с этими вирусами А это химическая война И на этой химической войне гибнут наши дети Попасть в наркомании может любой Вот 100% Вы не думайте, что это зависит от качества человека От его нравственных, культурных особенностей Когда каких-то Слушайте, подсаживают всех, у кого есть деньги Потому что это бизнес Вот вы пройдите миллион монастырей Как только у вас появился в кармане деньги Так вас подсадят и все Вашего ребенка подсадят Поэтому у нас была когда-то рекомендация Не давайте детям денег в карман Но сейчас она распространяется Не давайте гаджет Потому что за гаджет подсадят Подсадят, а он расплатится на следующий раз гаджетом Вы правильно говорите, что может попасть любое Сейчас вот, да, допустим, очень часто общаюсь с родителями И они, ах, мы никогда не думали, что эта беда придет к нам Ах, и самое печальное, что они с этой бедой ничего не делают То есть они надеются, что он сейчас поиграется и бросит Нравственно И этого не происходит То есть они ждут до такого момента Когда они привозят к нам в центр инвалидия Вот они, ты его на полгода раньше привези Мы бы ему помогли Но сейчас ты нам его привозишь Вот, допустим, там психические расстройства Медицина бессильна Те наркотики, которые есть, медицина бессильна Бессильна, конечно И самое обидное, когда они его к нам привозят Они говорят, а почему вы его нам не спасли, не помогли А почему вы не привезли его раньше, когда еще можно было ему помочь Да Ногу отрезали, привезли Почему вы эту ногу не восстановили А тут мозги вырезаны Поэтому, Максим, огромное спасибо, что вы это делаете Для меня некоторые вещи в современном выглядят в варианте достаточно страшные То есть мне казалось, что 20 лет назад, обняв эту проблему Мы придем к стройной, финансируемой хорошо системе 20 лет назад вы не видели то, что происходит сейчас Раньше это было просто героином Сейчас, чтобы вы понимали, под воздействием этого наркотика Вырезают целые семьи, вырезают своих родителей У меня на практике были такие вещи, когда привезли мне человека Родители через 2 месяца его забирали У нас минимум полгода реабилитация должна длиться И минимум еще полгода ресоциализации Это плавный выход в социум и адаптация Привезли человека, в общем, целевой То есть там уже точка невозврата Мы с ним работаем, подбираем ему терапию Психиатр подбирает терапию Родители приезжают через 2 месяца Мы его будем забирать Мы как бы даем рекомендации Ни в коем случае его не забирайте Он нестабилен, это социально опасный человек Они принимают решение его забирать Проходит несколько дней Он обжирается этих солей, так называемый Он убивает мать, расчленяет ее Идет в магазин, его видят соседи всего в крови Он приходит домой, видимо вызвали в этот момент полицию Приходит в этот же момент отец Он убивает отца, тоже принимает свой решение Приезжает полиция И они в шоке были от увиденного Таких ситуаций очень много Выпрыгивают с крыши, им кажется Отрезаются и половые органы Скрываются, то есть убивают Ладно бы себя, они убивают окружающих То есть это очень страшно сейчас происходит И, к сожалению, половина просто не показывает, что происходит Это можно все увидеть У меня есть телеграм-канал Я это все показываю, что происходит сейчас в стране Так что, кому интересно, заходите Слов нет, я не буду комментировать Пока слов нет, надо тоже самому это все Маленечко переварить Так что смотрите следующую серию Я надеюсь, что мы еще на эту тему Раскроем какие-то секреты Которые помогут вам в этой сложной ситуации Здоровья всем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!